А сейчас пересказ фильма Дверной замок. Не забывайте подписываться на канал и на телегу. Приятного просмотра. Поздним вечером в Сеуле Кан Сен Хе возвращается в свою квартиру. Когда она заходит домой, то обнаруживает, что свет не работает и слышит странный звук из шкафа. Она идет проверить и ничего не обнаруживает внутри, но не успевает повернуться, как на нее нападает некая фигура. Много дней спустя утро наступает в другой квартире в том же доме, и Чо Кен Мин спит, не зная, что ее обнимает мужчина. Этот мужчина просыпается, когда звонит будильник на его старых часах и уходит, позавтракав ее едой. Кен Мин просыпается через несколько минут и принимает обезболивающее от головной боли, которое в последнее время мучает ее каждое утро. Она удивляется тому, что у нее осталось мало молока, и перед уходом на работу старается расставить вещи по своим местам. У выхода она замечает грязь на кнопке блокировки дверного замка и чистит ее, прежде чем вести код. На работе Кен Мин немного расстраивается, когда другой сотрудник забирает у нее потенциальных клиентов, что также злит коллегу и лучшую подругу Кен Мин О Хе Чжу. Позже в поезде они болтают о работе, не подозревая, что Ким Чжон наблюдает за ними. Когда Мин приходит в свое помещение, охранник ночной смены Хан Дон Хун отдает ей коробку, которую оставил для нее охранник дневной смены. Взяв коробку с собой, она идет в свою квартиру и находит на двери записку от мамы, где написано, что она не смогла открыть дверь и оставила посылку в приемной. Однако крышка замка открыта. Кен Мин звонит матери и объясняет, что она часто меняет пароль и что о визите к ней нужно сообщать заранее, а также спрашивает, не оставляла ли она крышку замка открытой, на что мать отрицает. Лежа в постели Кен Мин слышит шум снаружи. Кто-то пытается набрать код на ее замке и терпит неудачу. Этот кто-то также пытается с силой открыть дверь, но не добившись результата уходит. Мин ждет несколько секунд, прежде чем посмотреть в глазок и открыть дверь. Но в коридоре никого нет, кроме окурка на полу. Она звонит в полицию и просит снять отпечатки пальцев с сигареты, но ей напоминают, что сколько бы раз она не сообщала о подобных случаях, они ничего не могут сделать, если нет факта преступления. У Кен Мин не остается другого выбора, кроме как лечь спать, не зная, что в квартире снова есть мужчина, который пользуется ее ванной и засыпает рядом с ней. На следующее утро она просыпается с очередной головной болью. Уходя на работу, она спрашивает у охранника дневной смены, можно ли проверить камеры наблюдения, и когда он говорит, что можно, она соглашается проверить их, когда вернется. Однако перед уходом на работу она заходит на встречу с риэлтором и смотрит квартиру в другом здании, которая поменьше, чем ее, но дороже. Во время обеденного перерыва Хёджу подразнивает ее и говорит, что ей следует завести парня для дополнительной безопасности, как например Ким Сон, коллега, который всегда хорошо к ней относился. Вернувшись на работу, Мин отстаивает свою позицию и не позволяет другому продавцу взять следующего клиента, которым оказывается Джи Джон. Пытаясь совершить большую продажу, Хён Мин заводит с ним разговор и обнаруживает, что они соседи. А Джи Джон даже говорит, что видел ее поблизости. Когда сделка завершена и она дает ему свою визитную карточку, он приглашает ее на кофе, а когда она отказывается, начинает устраивать сцену, говоря, что она флиртовала с ним первой и не должна притворяться только ради продажи. Сон Хо приходит и защищает ее, вызывает охрану, когда мужчина теряет здравый смысл. Вечером, вернувшись в здание, она видит, что Дон Ху наругает его начальник, потому что ночью всегда происходят какие-то происшествия и такое не случается, когда работает дневная смена. Хён Мин едет в лифте, и мужчина заходит вместе с ней, чтобы поехать на тот же этаж, поэтому когда они добираются туда, она ждет, пока он окажется у своей двери, прежде чем выйти. Позже, когда она ложится спать, таинственный мужчина, который пользуется ее квартирой, вылезает из-под кровати и усыпляет ее, после чего пользуется ее зубной щеткой и душем. Он вычищает все волосы из сливного отверстия, после чего присоединяется к Хён Мин и засыпает рядом с ней. На следующий день на работе ее начальник вызывает девушку к себе в кабинет, чтобы объяснить, что ее контракт закончился, но она хорошо себя зарекомендовала, поэтому компания хочет взять ее на постоянную работу. Она не выглядит слишком счастливой по этому поводу, поскольку сейчас находится не в лучшем душевном состоянии, а позже во время работы ей звонит незнакомый номер. Она не отвечает на звонок и снова игнорирует его, когда незнакомец ей звонит, пока она находится на автобусной остановке, где к ней неожиданно подходит Джи Джон. Кён Мин пытается убежать, в этот момент подъезжает Сон Хо на своей машине и прогоняет Джи Джона, после чего предлагает подвезти Кён Мин, говоря ей, что она может обратиться к нему за помощью, когда ей это понадобится. Когда она приезжает в свою квартиру, то обнаруживает, что свет не работает, а у ее двери кто-то стоит. Это Сон Хо, принес бумажник, который она забыла в его машине. Когда она открывает дверь, чтобы взять его, он замечает, что свет не горит и предлагает ей его починить. Как только свет снова заработал, Кён Мин приглашает его выпить кофе, а пока он ходит в ванную, замечает, что многие вещи в квартире переставлены. Поинтересовавшись, откуда он знает номер ее квартиры, Кён Мин спускается вниз под предлогом, что купит кофе, но на самом деле она звонит в полицию и просит проверить ее квартиру. Детектив Ли приезжает с офицером, и когда они открывают дверь, то находят Сон Хо мертвым, а его галстук висит на дверной ручке. Кён Мин доставляют в полицейский участок для допроса, так как считают слишком подозрительным, что кто-то убил Сон Хо, пока она звонила в полицию, поэтому полагают, что убийца ее знакомый. Однако доказательств этому недостаточно. Все предыдущие сообщения о том, что кто-то пытался проникнуть в ее квартиру, доказывают, что она жертва, поэтому ее отпускают. Когда через несколько дней она возвращается на работу, ее начальник ей говорит, что предложение сделать ее постоянным сотрудником больше не рассматривается, и поскольку ее контракт закончился, она должна вернуться домой безработной. Вернувшись в свое здание, она просит охранника посмотреть записи с камер наблюдения, но обнаруживает, что камеры в коридорах испорчены и есть только запись, сделанная в лифте. Он также упоминает, что человек, который пытался открыть ее дверь в тот день, скорее всего был пьяным соседом, который перепутал квартиры. Тем не менее, Кён Мин беспокоится, поэтому просит его проверить ее квартиру, прежде чем она в нее войдет. К счастью, она пуста, но вещи снова переставлены, а на полу рассыпаны зерна кофе. Позвонив своему риэлтору, она говорит, что хочет как можно скорее переехать на новое место. Потом она начинает убирать зерна и находит под шкафом ключ от другой квартиры. Вспомнив слова охранника о соседях, Кён Мин начинает ходить от двери к двери, пытаясь найти, к какой квартире подходит ключ. В итоге она попадает в квартиру сын Хе, но та пуста, и, похоже, там давно никого не было. По крайней мере, она узнает имя из почты, поэтому просит Хео Джу воспользоваться компьютером на работе, чтобы получить выписку с карты сын Хе. В выписке указано, что каждый день в 8 вечера она покупает что-то стоимостью 3 юаней 20 копеек в местном магазине, кроме субботы, когда она приходит в час дня. В выписке также есть ее номер телефона, поэтому они пытаются ей позвонить и написать, но она не отвечает. Поскольку сегодня суббота, они решают пойти в магазин, чтобы узнать, смогут ли они встретиться с ней. Они находят там пакетированную кашу, которая стоит 3 юаней и 20 копеек. Они решают сделать перерыв и пообедать прямо в магазине, и пока едят, видят женщину, покупающую кашу. Они следуют за ней в тенистый район и натыкаются на раздвоение дороги, поэтому Хе Джу и Кён Мин разделяются, чтобы осмотреть больше территорию. После некоторого времени беготни Хе Джу догоняет женщину и разочаровывается, увидев, что она не сын Хе. Тем временем Кён Мин обнаруживает кошку, которая ест из чашки с кашей. А когда она заглядывает за дверь здания, в которое забегает животное, то обнаруживает там кучу таких чашек. Все пустые, похоже, кто-то кормил кошку. Она пересекает сад и подходит к дому, обнаруживая, что у него такой же замок, как и у всех квартир в ее доме. Попробовав несколько неправильных кодов, она вспоминает ночь, когда кто-то пытался проникнуть в ее квартиру и грязь на клавиатуре, поэтому она пробует код, повторяющий рисунок грязи, и он срабатывает. Сначала дом кажется пустым, но когда она добирается до спальни, то обнаруживает там настоящую сын Хе, привязанную к кровати и спящую с капельницей в руке. Кён Мин звонит в полицию, но едва успевает что-то сказать, как возвращается преступник, поэтому она вешает трубку и прячется под кроватью. У таинственного мужчины есть телефон сын Хе, и именно он отвечал на сообщение Хе Джу, а теперь он расправляется с сын Хе, вводя ей что-то в капельницу, объясняя, что нашел другую красивую женщину, которая живет на этаже под ее кроватью, то есть Кён Мин. Когда он уходит, чтобы взять что-то из другой комнаты, она вылезает из-под кровати и прячется за дверью как раз для того, чтобы увидеть, как мужчина возвращается с пилой и снимает одеяло с тела сын Хе, показывая, что у нее уже нет ног. И остальные части тела ждет такая же участь. Внезапно снаружи слышны полицейские сирены, и когда мужчина подходит к окну, чтобы посмотреть, где они, девушка пользуется случаем, чтобы выйти из комнаты и сбежать из дома. Но как только она доходит до двери, она понимает, что уронила телефон, и он зазвонил. Преступник слышит это и подходит ближе, говорит ей, что она забыла телефон, после чего начинает преследовать ее по городу, закрыв лицо маской и кепкой. Она кричит о помощи во время бега, но ее никто не слышит, и в итоге она заходит в заброшенный магазин. Незнакомец находит ее там, но когда он собирается нанести удар, появляется Хе Джу и бьет его тачкой. Мужчина быстро приходит в себя и бьет ее в ответ, но в этот момент мимо проезжает полицейская машина, и Хе Джу кричит о помощи. Поэтому преступнику ничего не остается, как убежать. Мгновением позже детектив отчитывает обоих, так как считает, что они лгут. Дом пуст. Телефон Кен Мина нигде не найден, а единственное, что она знает о парне, это то, что он носит старые часы. Их внезапно прерывает офицер, который сообщает, что они что-то нашли. Это тело сын Хе в мусорном баке с визитной карточкой Кен Мины в пальцах. Много часов спустя полиция вызывает Джи Джона на допрос, так как ему была передана визитка Кен Мины. Камеры наблюдения показывают, что он тоже следил за ней. Носит старые часы, а поскольку он плотник, у него есть доступ к инструментам, таким как пила, и он знает, как ею пользоваться. Детектив давит до тех пор, пока Джи Джон не становится злым и жестоким, совершает в исповеди ошибку и дает ему повод держать его под стражей. Извинившись перед ними, детектив отпускает женщин домой, пообещав, что дело будет раскрыто. Кен Мин наконец переезжает в свою новую квартиру, где она позаботилась о том, чтобы установить дополнительные меры безопасности на дверях и окнах. Тем временем Джона освобождают, так как улик недостаточно, чтобы держать его под арестом, и он отправляется в многоквартирный дом на поиски Кен Мин. Узнав, что она переехала, он придумывает какую-то историю о том, что он ее двоюродный брат и должен сообщить ей о смерти отца, поэтому Дон Хун дает ему новый адрес. Мгновением позже Кен Мин получает посылку. В ней телефон, который она обронила в доме убийцы, и несколько фотографий, на которых она запечатлена спящей. Затем на ее новом телефоне раздается звонок от Хё Джу. Когда она берет трубку, то видит скрытое видео, на котором убийца находится в доме ее подруги без ее ведома. Кен Мин выбегает из дома без ключей и направляется к дому Хё Джу. На видео видно, как убийца начинает что-то делать с ногой, поэтому Кен Мин спешит к нужной квартире, но не может открыть дверь. Она хватает огнетушитель, чтобы начать бить по замку, но не успевает далеко пройти, как появляется Джи Джон и бьет ее, намереваясь забрать с собой, чтобы выпить кофе. Сосед услышал шум и крики Кен Мин о помощи, но к счастью для нее тут же прибывает полиция и валит Джи Джона на землю. Оказавшись на свободе, Кен Мин заканчивает взлом замка и входит в квартиру, обнаружив на кровати истекающую кровью Хё Джу. Тем временем в ее новой квартире таинственная фигура оставляет ключи там, где она их оставила. Через некоторое время Кен Мин навещает Хё Джу в больнице, она не потеряла ногу. У нее только шрам в том месте, где убийца начал резать для видео, и она не винит свою подругу в случившемся. Детектив тоже разговаривает с Кен Мин, рассказывает ей, что все это был хитрый трюк, и преступник все записал заранее, чтобы вывести ее из квартиры и застать врасплох. Они арестовали Джи Джона, и теперь осталось дождаться результатов теста ДНК. Он также дарит Кен Мин камеру наблюдения, замаскированную под пингвина, чтобы она чувствовала себя в безопасности. Кен Мин устанавливает камеру, когда возвращается домой. После этого она отправляется в магазин, где сталкивается с Дон Хуном, хотя сначала его не узнает. Разговор становится неловким, когда он начинает говорить о том, что теперь ее никто не обидит, ведь преступник пойман. Поэтому Кен Мин быстро платит за свои вещи, чтобы уйти оттуда, но не может не обернуться, когда слышит что-то очень необычное. Дон Хун тратит 3 юаня и 20 копеек. Он покупает ту же кашу, которую ел кот, и на нем старомодные часы. Забеспокоившись, она спешит к себе домой, где ей звонит детектив, и просит не выходить из дома. Оказывается, Джи Джона освободили, потому что ДНК не совпало, а теперь его нашли мертвым. Внезапно заметив на шкафу чашку с кашей, она проверяет камеру наблюдения и видит, как Дон Хун входит в квартиру и прячется под ее кроватью. Он все еще там, и в этот момент он протягивает руку, чтобы схватить ее. Кен Мин бежит к двери, пытаясь убежать, но Дон Хун ее вырубает прежде, чем она успевает выйти. Спустя несколько часов детектив начинает ее искать, так как увидел на камере наблюдение, что Дон Хун увез ее на своей машине. Один из его сослуживцев звонит ему и сообщает важную информацию, которую они узнали. Дон Хун уволился с работы и исчез на следующий день после убийства Джи Джон. Он также работал в гостинице недалеко от озера Янбхен, которая закрылась после того, как один из постояльцев якобы покончил с собой. Дон Хун переехал в Сеул вскоре после этого инцидента и стал работать в старом здании Кен Мина, с которым также связано нераскрытое дело. Тем временем Кен Мин просыпается в незнакомой комнате, где ее обнимает Дон Хун. Он принес некоторые вещи из ее квартиры и даже переодел ее в пижаму, сказав, что хочет, чтобы ей было удобно. Но все это время она находилась под действием успокоительного, а сейчас к ее руке подключена капельница. Он злится, потому что она не узнала его в магазине, и говорит ей, что дверь открыта, и она может уйти в любое время. Но если она это сделает, ему придется отрезать ей ноги и руки. Когда она вдруг начинает сильно кашлять, Дон Хун подходит ближе, чтобы погладить ее по голове, тогда Кен Мин пользуется случаем и кусает его за ухо, а затем протыкает его руку одной из игл из тумбочки. Все еще находясь под действием успокоительного, она тащит себя из комнаты, пока ее ноги снова не приходят в себя, и начинает бежать вниз по лестнице, но обнаруживает, что все двери заперты, а в одной комнате окна заблокированы. Услышав приближающегося Дон Хуна с топором, Кен Мин хватает с пола осколок стекла, чтобы защититься. Но когда он уже собирается войти в комнату, в доме раздается грохот. Это детектив, который наконец-то пришел ей на помощь. Он зовет ее по имени, и когда она отвечает, Дон Хун прыгает за ним, и оба мужчины начинают бороться за пистолет, в результате чего несколько пуль вылетают в воздух. Вдруг Кен Мин не слышит больше никаких звуков, поэтому она выходит из комнаты, хватает топор, который находит на полу, и идет искать мужчин, но обнаруживает, что Дон Хун заколол детектива. Он собирается на нее напасть, поэтому она выдергивает ковер из-под его ног, чтобы он подкнулся, и хватает пистолет, чтобы в него выстрелить, но в нем не остается патрона. Дон Хун хватает ее за одежду и несколько раз ударяет головой об пол, прежде чем достать свой топор. Но она отталкивает его, прикладывая пальцы к ранам. Этого недостаточно, чтобы полностью ей освободиться. Более того, это только еще больше его злит. Поэтому он хватает ее и швыряет на шкаф, который падает на них обоих. Рука Дон Хуна оказывается зажатой под краем шкафа гвоздем, но он все равно пытается схватить ее свободной рукой. И Кён Мин делает все возможное, чтобы его удержать, нанося удары и пиная. Она замечает, что одна из стенок шкафа вот-вот оторвется и пытается сдвинуть ее, чтобы открыть проем. Но Дон Хун успевает освободить руку и обхватывает ее за шею, чтобы задушить. В ответ Кён Мин кладет руки ему на плечи и толкает его, намереваясь сбросить его с себя, но в итоге его убивает, ударив головой об гвоздь шкафа. Через некоторое время Кён Мин возвращается к своей обычной жизни, живет в своей новой квартире, где она все еще не закончила распаковывать вещи. Прежде чем что-то сделать в этот день, она проверяет под кроватью, чтобы убедиться, что там пусто. Всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Также есть ссылка в описании на телеграм, там много интересного. Всем пока!